Скотство это любимая тематика одного интернет-издания, и мы с этим поборемся, теперь уж точно. То, что я купил, будет приглашать тот старый звук, уж простите, но мое искусство не пропить и не зафигачить. А теперь о правилах. То есть правило следующее. Когда на меня начинают наезжать, я всем объясняю, что пока я работаю в эфире, а это грубо говоря 16 лет, у меня естественно весь материал в текстовых файлах имеется, и я все это могу переделать и переписать. То есть если мы будем говорить об истории отношений, то за 16 лет работы, и не только в программе «Автостоп», была еще, конечно, передачка «Дом, милый дом», а еще и два проекта «Школа бизнеса» и «Стиль жизни в Магнитогорске». Так вот на все это дело у меня обошлось, ну примерно, если мы будем говорить, от 5 до 6 тысяч сюжетов. Конечно, я не все вернул бы на круги своя, и не все это могу сделать, но по сути событий кое-что я могу и переделать. Для меня-то несложно просто перечитать то, что мною было уже создано, и вот вам очередной раз. То есть не надо меня давить, я вам реально круто отвечу. И это будет настолько круто, насколько вы и не поверите. А теперь вариант другой. Создателю «Автостопа», то есть мне, повезло больше, чем 99% россиян, и жителей всего земного шара в целом. Пожалуй, только один человек в мире в одиночку тянет непосильную телевизионную ношу. Но это и интересно увидеть, снять и показать вам то, для чего во всем нормальном мире тратятся миллионы долларов бюджета и такое же количество человека часов. Еще большая гордость у меня лично за маленький, честно говоря, забытый властями город Магнитогорск, который развивается по своим законам города удаленного, транзитных магистралей и богатых месторождений энергоносителей. Но в этом городе работают самые талантливые и несгибаемые люди. И в этом городе реализуются частным бизнесом и инициативными мастерами самые передовые технологии. И ура! И мы в рамках «Автостопа» начинаем проект. На MTV, называемый «Тачку на прокачку» на Discovery глубокий тюнинг. И мы придумаем оригинальное название, сделаем из «Каки Нако». «Каки» — это 90% разъезжающих по городу новеньких, но убогих «Фордов», «Апилей», «Шевролет», «Тисанов» и прочих низкобюджетных шелупоней, которые так гордятся владельцам новеньких авто. У меня лично большее уважение вызывает оригинальный, повизгивающий и нераздуваемый сабом тазик. Правда, еще большее уважение вызывает 3-4-5, а лучше 6-литровый. 15-20-летний агрегат в идеальном состоянии, богато навороченный внутри. На трассе рвущие эвики, эстяйки, ОПСки и прочую низкобюджетную японо-корейскую спортфигню, которая по сути является банальным американским ширпотребом. То есть все это говорит человек, рассказывающий о достоинствах новых, продаваемых магниткой автомобилей с упоением. Поверьте мне, была бы у меня возможность вам показать нормальные машины, крутые и навороченные, я бы это сделал еще с большим удовольствием. По одной простой причине. Вы за это говно платите обалденные деньги. Смысл какой? Проще за 10 тысяч купить себе нормальный агрегат, восстановить его, сделать изумительную тематику и ездить далее. Так что, ребята, имейте совесть и дайте дилерам продавать машины. А лучше, ребята, имейте мужество сделать из ширпотреба индивидуальный агрегат. И возможность такая сегодня есть. И тут я склонив голову перед мужеством тех, кто из буквально ничего делает кастом. Затем непонятно, как оформляет на него ПТС-ку. И вот это, это реально круто. Искусство аэрографии, естественно, дано не каждому. Каждый, конечно, может в условиях приближенных к боевым нанести камуфляж на танк, но сделать живую картинку, а вот это могут только художники. Художники, кстати, не все умеют работать аэрографом. Еще меньшее количество он их умеет работать с автоэмалями. Кроме всего, надо понимать, что если даже нормальный человек отличный копеист, то ему просто не под силу придать вашему автомобилю индивидуально ваше осмысление того, чем вы будете радоваться каждый день. Художник не штампует кошек, львов, тигров. Художник пишет картину. И не зря мы затронули тему восстановления авто. Естественно, здесь вам помогут и пожестянки. Да и слесарка так же, и тюнинг не проблема. Но гадство не правда ли? Вмятина от барана на парковке. Град, либо сосулька, упавшая с крыши. Вмятина от теннисного мяча. Либо крышки масляной горловины, забытой слесарем. Да что говорить, машины сейчас делаются не из стали образца 90-го года. И порой по неумению и неосторожности мы сами деформируем авто. И тут вам нет необходимости судорожно включать калькулятор, либо кругом ловить лошарика и грузить страховую, которая если и выплатит, то непонятно когда. В городе есть специалист, прошедший обучение в Германии. Купивший специализированное оборудование, и вот результат. И это его работа. Вы видели их на фото, а вот так вживую убираются вмятины без покрашки вашего автомобиля. Теперь я, и вы, и ваши друзья, без девятиэтажных матов, носящих такой же непоправимый урон нервной системе, как и беседа со страховщиками и кредитными экспертами банков, могут за чашкой чая получить удовольствие от восстановленного целого вида вашего автомобиля. А теперь будет совсем больно. Дело в том, что Магнитогорск, по сути, культурным центром никогда не являлся. У нас до сих пор нет ни одного прилично звучащего зала. Нет ни одного танцпола с правильной музыкой. У нас есть откатная схема монтажа отвратительного аудиодерьма, способного рвать децибелами барабанные перепонки и не обеспечивающего никакого звукового вдавления. У нас слушать-то музыку умеют единицы. Это вообще-то проблема России. А что говорить про авто? Самая фуфлыжная акустика в продаже появилась лишь 15 лет назад. Но в отдельной студии временной отрыв от звучащего достойно западно решено было сократить. Второе десятилетие века 21-го. Интернет, ну и мозги. Так что сделаем из аудиокаки наку в очередной раз. К сожалению, добавлю, что ни один из перечисленных видов работ пока нереально подогнать под одного хозяина. Хозяин будет только доить. Ему вал денег. Подавай. Мы по ментальности как отстаем на полвека от Америки, так и будем это делать. И не виной тому российская забитость. Нам просто очень многому надо научиться и сломать собственные блоки. Нам еще предстоит пережить коллапс 75-го года в США. Я так понимаю, коллапс 75-го года в США – это год, так похоже, 2015-й. И, похоже, это все дело закончится, но не раньше, как в 2025-м году. И мы еще пока не поняли, что жизнь не в деньгах и не в новых машинах, не в телевизорах счастье. Счастье – это прожить каждый непохожий день. Счастье – это жить для себя со своей семьей и друзьями. Счастье – быть собой, свободным и неповторимым человеком, способным от повседневной вещи, такой как авто, например, получать именно свое удовольствие. Ну а если умения на этого своего не хватает, то есть определенные темы. И вот эти темы, они вам в этом помогут. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!